В прошлом году сотрудники Следственного комитета Гомельщина работали в условиях роста преступности. За 2019 исследователи возбудили более 16 тысяч уголовных дел. Расследовать даже самое сложное и запутанное из них помогает не только профессионализм, но и технические средства. Среди них передвижная криминалистическая лаборатория. Наш корреспондент Вероника Гомзюкова изучила спецкомплексы тонкости профессии исследователя. В областном центре в конце июня прошлого года в микрорайоне Сельмаш произошла трагедия. Два родных брата, проживавших вместе, сильно поссорились. Старшему 42, ранее неоднократно судимый, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент конфликта старший задушил младшего 38-летнего брата. Затем завернул тело в одеяло и утопил в водоеме рядом с домом. Еще в августе месяце жительница города Гомеля обратилась с заявлением в милицию о том, что ее сожитель пропал без вести и уже больше месяца его местонахождение неизвестно. То есть на первоначальном этапе собрали материал, выехали на место проживания нашего без вести пропавшего. С ним проживал его брат, который пояснил сотрудникам милиции, что в один из дней вечером он приехал из города Речица, встретил своего брата. Тот ушел в неизвестном направлении, взял паспорт и сказал, что убыл в Российскую Федерацию на заработки. Длительное время мужчину никто не искал, все ждали его приезда. Но сообщений не поступало, поэтому сожительница обратилась с заявлением. Через 10 дней после этого следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения мужчины. В ходе следствия допрашивались лица из круга общения без вести пропавшего. Один из свидетелей пояснил, что в ходе беседы наш обвиняемый высказал такую фразу, что его брат кормит рыб. Вызвали обвиняемого, но на тот момент он был свидетелем. Он пояснил, что действительно фразу такую говорил, однако имел в виду, что брат уехал в Россию и там занимается рыбным промыслом. Эта информация в последующем послужила поводом более тщательно проверить на причастность к исчезновению этого брата. Следователи начали работать вместе с милицией. В результате проведенной работы брат пропавшего мужчины сознался в преступлении и написал явку с повинной. Затем показал водоем, в который сбросил расчлененное тело своего родственника. Сразу после получения информации следователи выехали на место и обнаружили останки мужчины. Определить личность было невозможно, однако путем проведения генетических исследований были подтверждены родственные связи и установлено, что это останки пропавшего мужчины. В последующем еще раз было осмотрено место происшествия в дневное время суток с использованием криминалистической лаборатории. В ходе повторного осмотра обнаружились объекты, которые подтвердили еще раз причастность нашего обвиняемого к преступлению. В рамках следствия было проведено около 20 экспертиз, в результате которых признание подтвердилось. По завершении расследования сомнений в причастности мужчины в брата убийстве не было. На сегодня все материалы дела переданы в суд железнодорожного района Гомеля. Обвиняемый находится под стражей. Кстати, в расследовании следователи пользовались функционалом передвижной криминалистической лаборатории. Например, при первом осмотре, который проводился в темное время суток, специальный свет освещал необходимую территорию. В квартире, где жили братья, следователи при помощи лабораторного комплекса по отысканию скрытых следов нашли засохшую кровь убитого. С целью отыскания орудия преступлений на местах происшествия используется металлодетектор, то есть, в частности, нож, какие-нибудь металлические пуговицы, вставки из одежды. Кроме этого, на местах происшествия используется квадрокоптер с целью фиксации места происшествия. То есть, в частности, в последнее время очень часто используем квадрокоптер на местах дорожно-таспортных происшествий, где фиксируется вся конфигурация дорожной разметки, следовая картина, которая в последующем позволяет более подробно, точно оценить обстановку на месте происшествия. Кроме этого, криминалистическая лаборатория оборудована бензогенератором. Он позволяет работать автономно даже в полевых условиях. Лабораторийный комплекс «Светочка», который имеет три спектра света, то есть, даже при исследовании вещественных доказательств по уголовным делам прошлых лет, то есть, обнаруживаются биологические следы, то есть, ранее не было такого оборудования, с помощью которого можно было бы обнаруживать и исследовать данные следы. Были такие случаи, что по убытию на место происшествия, именно по факту убийства, то есть, в частности, применяли 3D-фотосъемку. В последующем 3D-тур, по этому туру назначаем медико-криминалистическую экспертизу с целью установления механизма образования следов крови. То есть, эксперт может достоверно установить, в каком месте наносился удар, каким предметом. Работа на каждом новом месте происшествия индивидуальна. Следователи получают необходимую информацию и выдвигают версии произошедшего. О профессионализме современное оборудование помогают раскрыть даже самые сложные дела и добиться справедливости.